Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я Влад Чижов. И да, у меня обостренное чувство справедливости. Чего, урод, чужими жизнями решил поиграть, да? В конце 90-х мне это чуть не стоило жизни. Проблема у вас. Ты что, блин? Да нормально все, что ты? Но я научился решать проблемы сам. Вначале свои, потом чужие. Бабки верни! Вы буквально жизнь спасли. Я тебе не бандит никакой, я свои обещания сдерживаю. Я знаю, как вычислить и обойти тех, для кого китняк – это бизнес. Умоляю, не дайте сейчас спаслись. И как помочь людям, которые под этих уродов уже попали. Вы наш спаситель. Есть проблемы? Будем решать. Сегодня в программе. Смерть человека – это старт гонки за наследством. Нам надо разделить долю в натуральной форме. Я больше чем уверена, что со мной работают мошенники. Покажете меня по телеку – засужут! Ко мне приходят письма со всей страны. Думают, что я шаман. Вы писали письмо шаману? Писала. Ну, ты дает. Он может передать письма покойным. Егор, он шаман. Ты что, совсем охренел? Ты шаман? Алиса, хватит, не начинать! Некоторые жертвы аферистов даже не догадываются, что их обманули. Особенно, если это касается жертв аферистов, практикующих, ну, как бы это сказать, с потусторонними силами. Недавно мне прислал свое обращение мой подписчик Родион. Он проживает в городе Томск. Обращение очень интересное. Давайте посмотрим. Снимаешь? Ну да, давай. Добрый день, Влад. Я Родион Краюхин из Томска. Мы смотрим ваши передачи. Давай уже по делу, пап. В общем, такая ситуация. Ко мне приходят письма со всей страны. Думают, что я шаман. Я тут прочитал парочку. И понимаю, что люди пишут своим покойным и родным. И рассказываю, что у них в жизни происходит. Просто жуть. У меня от этой ситуации на душе неспокойно. Понимаю, что людей разводят. Думаю, как-то прекратится эта ситуация. А письма все идут и идут от разных людей. Смотри, сколько пришло уже. Влад, я прошу, чтобы ты прекратил этот беспредел. Спасибо. Ну, вы, наверное, поняли, что это мошенники. Другой вопрос, что как обычные люди попали в мошенническую схему? Да все очень просто. Мошенники указали первый попавшийся адрес. Главное, чтобы он бился по почтовому компьютеру. Вот, собственно, и все. Я связался с Родионом и попросил его прислать адрес. Кого-нибудь из отправителей этих писем. Он мою просьбу выполнил. И сейчас мы едем к Валентине Павловне. Будем задавать им свои вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Здравствуйте. Я бы хотел с Валентиной Павловной поговорить. Здравствуйте. Не пугайтесь, пожалуйста. Меня зовут Влад Чижов. Я бы хотел поговорить с Валентиной Павловной. Ну, не пугайтесь. Это моя съемочная группа. Я работаю на телевидении. Снимаю программу «Решал». Вас как зовут? Давайте знакомиться. Влад Дмитриевич. Рад знакомству. Я бы хотел уточнить. Валентина Павловна здесь живет? Да. Вот мне нужно с ней поговорить. Она писала шаману письмо. Чего? Ну, вот и я тоже хотел задать вопрос. Ему только опять. Она дома? Дома. Может, позовете? Валь, подойди сюда. Валентина Павловна, здравствуйте. Что-то случилось? Я с телевидением. Меня зовут Влад Чижов. Павловна, скажите мне, пожалуйста, вы писали письмо шаману? Ну, писала. Ну, ты даешь. Ну, а что особенного? Я узнала, что... Кирилл Дмитриевич, может, все-таки нас пригласите внутрь? Поговорим, а то соседи слушают. Проходите. У нас, правда, тут несколько человек. Ну, Валентина, я от тебя такого не ожидал. Ничего особенного. Известный человек. Речит людей. Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Что за человек? Вот еще разок. Ну, я прочитала в газете, что есть такой человек, шаман. Кара-О-О-Ла. Вот. Он дал объявление о том, что он предсказывает смерть людей. Свою собственную смерть предсказал. Что он скоро умрет. И что он может передать письма, послания покойным. Родным и близким. Ну, не ругайте. Что больше этой газеты я в доме не видел. Я чувствую, что мое послание дошло. У меня сестра, понимаете, она год назад умерла. И я не смогла с ним подкачаться. Ох, Валентина Павловна. Вы мне скажите, как же вы связывались-то с этим шаманом? В объявлении что было? С кем вы там связывались? Я позвонила по телефону, который был дан в этом объявлении. Оказалось, это его внук Егор. Так. Внук Егор указал мне адрес, куда послать письмо, послание. Я послала. Ну, я вас расстрою, Валентина Павловна. Нет там никакого шамана. С вами поработали мошенники. А адрес, который указали, это ничего не подозревающие люди. Адрес, знаете, как с плеча скинули первые попавшиеся. Вот откуда я знаю, что вы написали шаману. Эти люди написали мне. Ну, получается, что Людочка послание мое не получила. Ну, что ж ты мне не сказала кое-то? Валентина Павловна, ну, отправить письмо – это уже расходы. Марку купить, почтовое отправление. Неужели этот внук Егор обещал помочь-то за бесплатное? Ну, понимаете, Егор попросил послать пятьсот рублей на похорон Геночка. Думаю, небольшая. Пятьсот рублей. Ну, кому небольшая, а кому и критичная. Ох. А вот скажите мне, пожалуйста, а как вы деньги-то этому Егору передали? Егор СМС-кой прислал мне номер карты. Вот оно что. И вы по реквизитам отправили ему деньги. Реквизитам отправила денежку. У вас сохранилась эта СМС-карт Егора? Сохранилась. А можно на нее взглянуть? Можно. Позволите? Ну, пожалуйста. Как же так получилось-то, постойте. Не знаю. Вот. Видишь, как повезло. И номер телефона-то у Егора есть. И номер карты. Вы позвольте, я сфотографирую. Да, конечно. Ну, как же это получается? Обманули нас. На мертвых наживаются. Я не знаю, какие люди. Ну, почему же на мертвых-то? Наживаются-то они на живых как раз. Сволок. Вы им верите, а они на вас наживаются. Больше не буду верить. Ну, вот на будущее вам будет уроком. Не надо в такие чудеса верить. Я надеюсь, что больше не буду. А вот в следующий раз вы с супругом советуетесь? Ладно, провожайте нас. Прости меня. Прости меня. Ой, спасибо вам, Влад, конечно. Да, история неприятная. Спасибо. Но мы это делаем. Все, я думаю, это, конечно... Это самое главное. Спасибо. До свидания. Валентина Павловна, до свидания. До свидания, до свидания. Спасибо вам. Ну, что сказать. Этот развод на деньги рассчитан, ну, совсем уж на простачков. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, кто в реале будет отслеживать, умер шаман или нет? И опять же, ты никогда в жизни не проверишь, дошло письмо до адресата или нет. Ну, и, кстати, сумма, которую люди отправляют в качестве благодарности или там на похороны, 500 рублей, сумма-то невеликая, и вряд ли за нее кто-то будет колотиться в поисках справедливости. Кстати, человек, который придумал такой развод, тоже, скорее всего, небольшого ума и сообразительности. И я не удивлюсь, что данные, которые мы получили у Валентины Павловны, могут быть данные мошенника. На всякий случай отправлю сейчас к Феликсу. Пусть мне адресочек пробьет. Так, отправить. Ну, вот как-то так. Надеюсь, что карта ляжет, и по адресу будет получатель делик. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Недавно мне прислал свое обращение мой подписчик Родион. Ко мне приходят письма со всей страны. Думают, что я шаман. Вы писали письмо шаману? Писала. Он может передать письма, послание покойным. У меня сестра, понимаете, она год назад умерла. Внук Егор попросил послать 500 рублей на похороны дедушке. Егор СМС-кой прислал мне номер карты. И номер телефона-то у Егора есть. И номер карты. На всякий случай отправлю сейчас к Феликсу. Пусть мне адресочек пробьет. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Здорово, Феликс. Ну что, по моему вопросу есть какие-то новости? Да, у вас есть новости. Симка и банковская карта за одним и тем же человеком, Сергеем Пронином. Прописано в Подмосковье. И, в общем, телефон-то активен. А можешь мне адресочек этого Пронина скинуть в общую папку? Да, без проблем, уже отправил. Все, спасибо, дорогой. До свидания. Ну, видишь, все-таки карта-то легла. Сейчас адресок забьем в навигатор и навестим этого Пронина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, судя по адресу, подъезд вот этот. Не знаю, что у нас там ждет, но будем решать по обстоятельствам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, верно, что можно и по старинке. А когда они дома, наверное, кочергу закрывают. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А ну-ка, стой. Так, ну, путь свободен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА я не поняла. Что за камера? Вы кто такие? Спокойно, спокойно. Подождите. Давайте я вам сейчас все объясню. Меня зовут Влад Чижов. Я работаю на телевидении. А вас как зовут? Лариса. И дальше что? Это Сергей Пронин. Ваш муж, да? Да, муж. И дальше что? Ваш муж, Сергей, дает объявление в газете о том, что он внук шамана Егор. И шаман скоро умрет. И этот внук собирает с людей деньги по 500 рублей, якобы за то, что может передать на тот свет послание для родственников. Что? Какой посол? Какой ужас! Это он таким занимается? Ну, как-то так. Господи, я поняла, откуда у него деньги. Этого дебила три года пыталась устроить на работу. Сама работаю батраю с утра до ночи, чтобы прокормить это все. Мои родители, слава богу, дали мне эту квартиру. Помогают деньгами. То ему работа не та, то зарплата ему не та. Ларис, наверное, придется этого помойного кота как-то из-под кровати то достать. Я все-таки здесь гость. Может, вы? Слышишь, вышел быстро оттуда. Криптовалючих хренов. Лариса, выгони. Бегом, я сказала, я сейчас маме позвоню. Сюда вышел. Лучше полицию вызвать. Я сказала, вышел сюда быстро. Иди сюда. А если только не начинай. Ты что, совсем охренел? Ты шаман? Какой шаман? Я тебя сейчас удавлю. Я тебя сейчас убью просто. Лариса, хватит. Не начинай. Послушай меня внимательно. Ты людей обманывал. Придется деньги вернуть. Сколько тебе денег переслали? 23 тысячи. Серьезно? Ты что, правда с башкой не дружишь? Люди, чей адрес ты указал на АБУМ, оказались адекватными и со мной связались. Мы же сейчас бухгалтерию сверим, сколько они писем получили. И поймем точную цифру. Итак, сколько? Я все понял. 63 500. В общем так, 63 500 придется людям отдать. Понял меня? Влад, мне так стыдно, позорище. Мы все вернем, все вернем. Если не хватит, я на этого идиота кредит оформлю. Но мы все вернем, честное слово. Обычно я на слово людям не верю. Но вам почему-то, Лариса, я верю. Я вам пришлю все координаты людей, у кого он взял деньги. Хорошо? Да, хорошо, хорошо. Это развод. Понял? Мы, пожалуй, пойдем, не будем в ваших семейных разборках участвовать. Поехали. Все, это конец, развод. Я вам пять лет назад говорила, что вы придурком не связывались. Чудом ушли. Чудом. Конечно, этот Сережа никакой не матерый мошенник, а так обычный хомячок. Наладил себе ручеек денежный и сидит довольный. Но рано или поздно у хомячков начинают расти аппетиты, и они превращаются в матерых мошенников. Хотя в данном случае, скорее всего, нет. Жена не позволит. Или теща. Короче, совет вам будет очень простой. Женитесь, ребята, на сироте. А если серьезно, этот негодяй на руки получил 63 500 рублей. То есть более 120 человек откликнулись на это дебильное объявление. По-моему, стоит задуматься. Вот как-то так. Смотрите далее. Смерть человека – это старт гонки за наследство. Она мне принесла вот этот вот тест ДНК. Я больше, чем уверена, что со мной работают мошенники. Они нахрапом наезжают на жертву, предъявляя разные документы. А ты Костик, да? Да, слой. Нам надо разделить долю в натуральную форму. Покажете меня по телеку? Засужу! Смерть человека – это всегда трагедия для родственников. Но для некоторых родственников – это старт гонки за наследство. И тут все средства хороши. И обман, и подлог, и подкуп. Но самое страшное, что в эту гонку могут включиться мошенники. Со мной связалась Елена. У нее умер муж. И после смерти мужа на пороге Елены нарисовались представители неизвестно откуда взявшихся наследников. И сейчас я еду навстречу к Елене. Буду выяснять подробности этого дела о наследстве. Субтитры создавал DimaTorzok Лена, здравствуй. Здравствуйте, заходите. Не разувайтесь. Давайте на кухню, наверное, можно. Давайте на кухню. Может быть, чай, кофе, что-нибудь. Лен, очень жесткий график, поэтому давайте по делу. Рассказывайте, что у вас случилось. Даже не знаю, с чего начать. Успокоиться, начать сначала. Да, право, успокоиться. Три месяца назад Сергея не стало. Очень тяжело, очень. Мои соболезнования, Лен, мои соболезнования. Я понимаю, трудно, но давай так. Ты соберешься и расскажешь все до конца. Хорошо, тогда постараюсь коротко и поделу все рассказать. Три с половиной года назад мы с Сергеем познакомились, возникла симпатия, полюбили друг друга. Мы расписались, стали жить вместе, ну, вот в этой квартире. Он не скрывал, он сразу сказал, что у него проблемы со здоровьем, проблемы с онкологией. И химиотерапия сделала бесплодным. И вы знали об этом с самого начала? Я об этом знала с самого начала, хотя мы очень-очень хотели наследника. Я знала, на что я шла, понимаете, я знала. Я изначально понимала, с каким человеком я буду дальше жить. Но я очень сильно любила Сергея, и я знала, на что я шла, и готова была с ним, ну, идти до конца. И когда Сергея не стало, я подала, чтобы переоформить его долю на себя, как бы естественным образом. Родственников у него не было. Это вы знали точно? Это я знала точно, абсолютно. Вдруг три недели назад, Влад, понимаете, заходит женщина и просто нагло наезжает на меня. Вот она заходит и требует, чтобы я половину квартиры оформила на ее внука, хвостика. Так. То есть, представляете, она показывает фото мальчика и говорит, что это сын Сергея. Она как-то подтвердила свои слова, и были аргументы, чтобы доказать это. Она мне принесла вот этот вот тест ДНК. Ну, Влад, посмотрите, это тест ДНК трехлетней давности. Я больше чем уверена, что со мной в данный момент работают мошенники. У Сергея не было родственников, и у него не было детей. А с чего решили, что у нее не могло быть детей до заболевания? У нас не было секретов. Если бы даже такое чудо произошло, он бы не стал от меня скрывать. Согласен, в этом что-то есть. Ладно, Лен, я сейчас сделаю фотографию, отправлю одному специалисту, чтобы он выяснил, поддельный тест или не поддельный. Влад, я боюсь, я не знаю, что мне делать. Эта женщина, Ольга Васильевна, наняла дорогущего юриста и требует, чтобы я в досудебном порядке оформила половину квартиры на ее мальчика, Костика. Для начала, Лен, надо тебе успокоиться. Во-первых, заход с тем, что требует в досудебном порядке, расстаться с половиной квартиры, это, конечно, с их стороны очень грамотный ход. А мне это что делать? Она мне звонит по несколько раз в день с этим требованием. Лен, ну тебе надо успокоиться, вести себя с ней вежливо, спокойно. Запомни главное, что обороняться в суде всегда легче, чем нападать. Суть мошеннических схем чаще всего сводится к тому, что человеку создают какие-то невыносимые условия. Поэтому набери сейчас терпение. Я по максимуму приложу все усилия для того, чтобы выяснить, этот тест поддельный или нет. Но ты должна понимать, что в любом случае суд примет к рассмотрению, эту бумагу, но не будет делать, не будет принимать решения на основании нее. Потому что суд всегда назначает судебную экспертизу. Но как он может назначить судебную экспертизу? Сергей нет в живых. Ну, мы живем в современном мире. В конце концов, тест ДНК можно сделать по вещам покойного, по биоматериалу. Ну, и в крайнем случае проводится эксгумация тела. И если эта женщина будет продолжать названивать, твоя задача – разговаривать с ней вежливо. Сказать, что ты тоже решила посоветоваться с юристом. И свой окончательный ответ дашь в ближайшие несколько дней. Хорошо? А можно, кстати, телефончик этой, Ольге Васильевне? Да, конечно. Конечно. Я его тоже отправлю своему товарищу. Она его названивает постоянно. Сейчас я отправлю. То есть этот телефончик рабочий? Еще как рабочий. Все отправила. Получил. Так, мне нужно время разобраться в этой ситуации. Пожалуйста. Спасибо. Без паники. Без паники. Все, ребят, поехали. Спасибо вам. Да, Лен, свяжусь чуть позже. Большинство мошеннических схем базируется на том, что они нахрапом наезжают на жертву, предъявляя разные документы. Угрожают усложнить жизнь. Жертва начинает волноваться, дергаться, совершать ошибки. И юристы, которые представляют мошенников, за эти ошибки цепляются, раскручивают ситуацию в свою пользу, и люди, к сожалению, теряют недвижимость. Так, сейчас будем звонить Феликсу. Меня интересует информация. Феликс, здорово, дружище. Я там просил срочно. Что скажешь? Смотри, телефон в сети зарегистрирован на Ольгу Васильевну, 60-го года рождения. Есть ее паспортные данные с пропиской. Я тебе скину данные. Теперь по тесту ДНК еще могу тебе сказать, что контора это у... Био работает уже 15 лет. Все это настоящее. Вообще, контора уважаем, ни одного из, когда все время работает. И врач, который делал тест, все еще работает. Все, принял. То есть тест ДНК это не фуфло? Нет, и даже не зипа. Все, спасибо, дорогой. Так, ладно. Миша, выйди на связь. На связь, ладно. Миша, там в общей папке лежат паспортные данные о п***е Ольге Васильевне. Нужно ехать в адрес с ребятами и установить за ней наблюдение. Все, ладно, сделаем. Все, работайте. Ну, какой можно вывод сделать из полученной информации? Возможно, эта Ольга Васильевна выполняет определенные функции. Ну, как бы вам сказать, у некоторых преступных сообществ есть некий фронтмен. Это человек с кристально чистой репутацией, который выходит на переговоры либо с честными людьми, либо с правоохранительными органами, не боясь, что его арестуют или предъявят обвинение. Возможно, Ольга Васильевна как раз и выполняет эту функцию. А что касаемо теста ДНК, то, что он честный, возникают, конечно, вопросы, где они его взяли. Ладно, будем думать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со мной связалась Елена. У нее умер муж. Он не скрывал, сразу сказал, что у нее проблемы с онкологией. И химиотерапия сделала бесплодным. Эта женщина, Ольга Васильевна, требует, чтобы я в досудебном порядке оформила половину квартиры на ее внука, Костика. Она мне принесла вот этот вот тест ДНК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если честно, после полученной информации у меня сложилось несколько двустиных впечатлений. Ну, что-то не похоже это Ольга Васильевна на представителя преступного сообщества. Ну, во-первых, Ольга Васильевна проживает в адресе. Миша в результате наблюдения удалось срисовать ее лицо. На всякий случай мы скриншоты отправили Елене, и она опознала, что это именно Ольга Васильевна приходила к ней на разговор. Но при этом в этом доме нет никаких признаков того, что в доме проживают дети. Нет игрушек, нет детской площадки. На веревке не висит, не сушится детское белье. Самое, что интересно, соседи имеют очень негативное мнение об Ольге Васильевне. Считают ее женщиной склочной и конфликтной. И ребятам удалось выяснить, что даже ее родная дочь Галина сбежала от нее 4 года назад. И все это осталось бы тайной, которую сложно было бы разгадать, если бы ребятам не удалось зафиксировать на видео вот такую встречу. Привет, а ты тут что делаешь? Не ожидала тебя. Костя, я бы захотела увидеть. Не ожидала увидеть. Костя, иди к бабушке. Вообще не реагирует на меня. Да он тебя-то и не видел ни разу. Пару раз в его жизни. Женщина, к которой подходит Ольга Васильевна, это ее дочь Галина. Та самая, которая сбежала 4 года назад. А маленький мальчик – ее внук Костик, сын Галины. Сама передам. Скажи, что от бабушки. Я и лучшая и родная бабушка-то. Никто не быть. Приходишь, тебя вообще я не видел, даже не знаю кто. Ну, согласитесь, эта троица никак не тянет на хорошо организованную преступность. И чтобы хоть на чуть-чуть приблизиться к разгадке этой ситуации, самое время пообщаться с Галиной. Мои ребята предоставили точный распорядок дня Галины. Она после садика, прежде чем пойти домой, гуляет со своим сынишкой на детской площадке. И сейчас мы едем туда, я попробую ее там застать и с ней поговорить. КОНЕЦ Здравствуйте. А вы Галина? Здравствуйте. А вы откуда меня знаете? Кто? Рад в знакомство. А ты Костик, да? Да, сын мой. А вы откуда знаете? Меня зовут Влад Чижов. Я работаю на телевизии, снимаю программу «Решала». Вот такая программа о мошенниках. Ой, что-то знакомое, да, знаю. Слышала. Кажется, да, знакомое. Спасибо. Я вот хотел с вами поговорить по поводу вашей мамы, Ольги Васильевны. А что случилось? Что-то она опять какие-то авантюры ввязалась. А, то есть она склонна к авантюрам, да? Ну, да. У нее постоянно такое что-то. Какие-то махинации с деньгами что-то. Постоянно она куда-то ввязывается. Мы с ней уже с матерью 4 года не общаемся. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, Сергей правда отец вашего сына? Откуда знаете? Ну, я знаю. Откуда у вас такая информация? Я знаю. Дело в том, что Сергей умер недавно. Три месяца назад. Боже, Сергей уже умер. О, господи. У него онкология была, да, он на лекарства уже... Точно. Дело в том, что Ольга Васильевна пришла к вдове Сергея, к Елене. И потребовала половину доли на квартиру. Причем пришла она не с пустыми руками, на руках у нее был тест ДНК, который утверждает, что Сергей отец Костика. Мама, какой кошмар. Зачем она вообще такое творит? Она, видимо, вот у меня тогда приходила пару месяцев назад, следство о рождении Костика просила, якобы наследство оформить. Ну, получается, вот она за этим и приходила, чтобы... И ДНК-тесты как раз у меня пропали вот на днях. Понятно. Я их не могла найти. Понятно. Она потеряла. Вы вообще расскажите свою историю. Что с вами произошло? Люблена я была в Сереже. Пять лет назад у нас роман с ним был. Ну, как роман. Для меня роман, я в него влюблена была. А он просто принимал мою любовь. Отношения у нас стали затухать. И тут я поняла, что беременна. Матери рассказала. Она вообще против была. У меня кричала на меня. Из дома меня выгнала вообще. А вы почему Сергею не сказали, что вы беременна? У Сережи новые отношения уже с женщиной, с Леной вот как раз это. Я решила, зачем я буду вмешиваться в их жизнь. И я ему уже не стала это все рассказывать. Я решила, для себя ребенка рожу, сама подниму его. Костик с каждым днем все больше и больше стал походить на папу. Копия прям вылитая. Когда ребенку год вспомнился, я решила все-таки рассказать отцу ребенку. Мой сын позвонил. Он болен был на тот момент уже. На таблетках сидел. Ну, у него были сомнения по поводу что-то его ребенок. Я предложила, давай все-таки сделаем тест ДНК. Он согласился, сделали тест, но я все-таки отдумалась потом. И не стала говорить, что он отец ребенка. Сказала ему, что он не является отцом. То есть тест был совпадением полного, да? Да, тест, конечно, показал, что это его ребенок, да. И вы решили не продолжать. Да, я передумала ему рассказывать, зачем я буду портить, да, вот лезть в их отношения с Леной. Я с Сережей слышала, что счастлив он с ней, новая жена его. Скажите, Галя, а вы лично знакомы с Еленой, с Даной Сергеем? Лично я не знакома с ней. Я думаю, это хорошая женщина. Она заботилась о Сереже. Он ее любил. Она его любила. Я, Влад, знаете, я не претендую на их квартиру. Ничего мне не нужно ни от Сережи, ни от нее. Если какие-то заявления, я могу подписать, если что-то нужно. Я понял ваше отношение. Галина, вот вы говорите, что с Леной не знакома. Как вы считаете, может быть, настало время все-таки с ней познакомиться? Вы не против? Я не против. Отлично. А она согласится? А я выясню. Давайте сделаем так. У меня есть ваши контакты. Я поговорю с Еленой и по возможности организую вашу встречу. Хорошо? Маме тогда своей ничего не говорите пока. Конечно. А мне кажется, у вас главная дорога была. Со мной связалась Елена. У нее умер муж. Он не скрывал, он сразу сказал, что у нее проблемы с онкологией. И химиотерапия сделала бесплатно. Эта женщина, Ольга Васильевна, требует, чтобы я в досудебном порядке оформила половину квартиры у ее внука, Костика. И не спасибо бабушке, не здрасте. Да он тебя-то и не видел ни разу. Сергей, правда отец вашего сына? Да, вы откуда знаете. А вы почему Сергею не сказали, что вы беременны? У Сережи новые отношения уже с женщиной. Зачем я буду вмешиваться в жизнь? Я, Влад, знаете, я не претендую на их квартиру. После встречи с Галиной я сразу позвонил Елене и деликатно сообщил ей о том, что у ее покойного мужа Сергея действительно есть сын, о котором он даже не знал. И вы знаете что? Елена не расстроилась. Не расстроилась то, что объявился какой-то неучтенный наследник Сергея. Она обрадовалась. Обрадовалась тому, что в этом мальчишке живет частичка ее любимого человека. Мне даже не пришлось уговаривать Елену на встречу с Галиной. Она сама предложила. Сама предложила познакомиться с ней и посмотреть на сынишку Сергея. И я с удовольствием эту встречу организовал. Правда, снимать эту встречу мы не стали. Слишком личная. Я просто хотел познакомить этих женщин, чтобы они могли вместе как-то противостоять этой деятельной бабуле, которая на самом деле не имеет никакого отношения к этой квартире. Ни морального, ни юридического. Я попросил Елену, чтобы она пригласила Ольгу Васильевну на встречу. Ну, якобы она ознакомилась с тестом ДНК, проверила его на подлинность и готова решить все вопросы до суда. И Ольга Васильевна на эту встречу должна подъехать уже буквально через пару часов. Но встреча будет непростая. На эту встречу я попросил подъехать еще и Галину. И мои ребята подъехали чуть пораньше для того, чтобы обвесить квартиру камерами. Я эту встречу хочу зафиксировать на видео. Есть основания полагать, что спокойной эта встреча не будет. Спокойно, Галя, спокойно. Дверь снаружи не откроется. У меня там стоит камера. Мы сейчас посмотрим все в трансляции. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, Елена. Давайте пройдем в комнату поговорим. Ага. Ага. Ну, а что говорить? Надо собираться, доехать к нотариусу. Присаживайтесь. Оформлять, подписывать договор. Там, значит, Лена, нам нужно так сделать. Нам надо разделить доли в натуральной форме. Знаешь такое, да? Вот большую комнату я возьму. А при чем здесь вы? Речь идет о наследстве вашего мальчика, вообще внука, сына Сергея. И почему я не вижу маму его? Чуть бубнишь. Маму Костика. А я ее мама. Я знаю, как, что надо сделать. Угу. Понятно. Вы говорите про большую комнату, но посмотрите, большая комната, большие окна. Здесь дует холодно. Мальчик будет болеть в этой комнате? Нормально. Ты, знаешь, я смотрю, хитрая. У тебя маленькая комната, 12 метров, правильно? Я смотрю, план, большая 27, ребенку надо развиваться, вот мы ее и возьмем. Вы про метры, а я про здоровье ребенка. Ой, успокойся. Про своего ребенка, про моего внука мы сами побеспокоимся. Ты что так переживаешь? Давайте к нотариусу пригласим маму Костика, вашу дочку. Значит так, здесь ты не будешь командовать, кого куда приглашать. Понятно? Оформляем долю на меня. Мы так решили, понимаешь? А Гайка, она что, она не путевая. Ты это до сих пор не поняла? Вот сын, без отцовщина. Понимаешь? Она до сих пор по мужикам? Ее ребенок не интересует, а я бабушка. Я там не побеспокоюсь, и все, я просто храню. Ну, ты все, не могу это смотреть больше. Я пошла, мне надо с ней срочно поговорить. Пойдем, пойдем. Все. Ты что здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Ты кого притащила? Дура, дура, дура. Господи, помилуй. Ты что тут делаешь? Что вы на меня светите? Ты что сюда приперся? Ты что лезешь в чужую жизнь? Хватит уже орать. Ты звезда без мозга, лаля. В бедности жила? Побрешь в бедности? Это тебе не друзья. Какого х**а вы здесь делаете? Все? Успокоилась? Иди-ка сюда, я тебе пару слов скажу. Иди-иди сюда, я тебе пару слов скажу. Ты понимаешь, что Галя твой единственный родной человек? И ты сейчас сжигаешь все мосты своим поведением. Понимаешь ты это или нет? Понимаю. Значит так. Покажете меня по телеку? Засужу. Больше не приходи к нам с Костиком. Никогда. Не хочу тебя видеть. Да, вану-то я пошла. Ну, похоже, это не лечится. Лена, простите, пожалуйста, за мать. Мы правда не претендуем ни на квартиру, ни на какие метры. И извините, мне бежать пора. Я соседке оставила Костя, Карин. Карин, подождите секунду. Я хочу пару слов сказать. И вам тоже, Влад. Я думала, что вся эта история просто развод. Думала, что ДНК – это левый тест. Оказалось, он настоящий. Это кровь моего любимого человека, Сергей. Это его сын Костик. И я его любила. Галина его любила. И я настаиваю, это мое решение. Я хочу часть квартиры отписать вашему сыну Костика. Хотите, что хотите с этим делайте. Можете здесь жить, можете здесь не жить. Но вы будете знать, что здесь ваше наследство. Лена, спасибо вам огромное. Но правда бежать пора. Да. А можно я с вами? Да, конечно, можно. Так, девочки, вам, наверное, есть о чем поговорить. Смешать мы вам не будем. Мы, наверное, с ребятами поедем. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что у вас как-то сложатся нормальные отношения. И ребенку от этого будет только лучше. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. 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 Это хорошо, что Лена решила поступить по справедливости. И не потребовалось никаких решений суда. Но вы должны понимать, что это скорее исключение из правил. Ведь большинство людей решает свои вопросы как? В какие погружаются конфликты? Какие завязывают узлы? Которые даже развязать невозможно. Можно только разрубить. Поэтому прежде чем погрузиться в конфликт, подумайте. Может быть, ваша проблема решается путем простого человеческого диалога? Вот как-то так? Вы, наверное, знаете о том, что существует такой интересный и удобный сервис по поиску попутчиков. Ну, например, вам нужно поехать в какой-то другой город, а вы не успели купить билет. Они уже кончились. Или вы хотите сэкономить и поехать подешевле. Тогда вы заходите в приложение и ищете человека, который едет на своей машине в этот город и готов взять с собой попутчиков. За символическую плату. Ну, казалось бы, очень удобно. Но, к сожалению, и этот сервис наводнили мошенники. Мне уже не однажды и не дважды писали в личку об одном и том же киднике. И вот очередное обращение. Давайте посмотрим. Влад, добрый день. Меня зовут Ольга Румянцева. И мою дочь обманул какой-то потомок. Она думала, что она платит за поездку. А на самом деле с моей карты списали все деньги. 60 тысяч. А история вот в чем. Моей Ксюше нужно было срочно попасть в Казань. Она студентка. Учится там, в университете. Хотелось сэкономить на поездки. И она решила поехать по путчикам. Зашла в приложение. И ведь Туренда вот даже со мной не посоветовалась. Я бы ей ни за что бы и не позволила ехать на каком-то. Она нашла водителя, который едет в Казань. Списала с ним. И он для удобства общения предложил ей перейти общаться в мессенджер. Там он предложил ей оплатить тысячу рублей за поездку. И скинул ссылку, в котором нужно было ввести данные карты и код CVV. Ксюша, все это сделала. Введала данные моей карты, код. И все. Все деньги списали. Аккаунт перестал отвечать. Мне помощь не нужна. Я хочу просто предупредить других людей, чтобы не попадались на это. Я думаю, что многие и так попадались. Скажу так. Обмануть могут не только в приложении по поиску попутчиков, но и на любом бесплатном сайте по продаже товаров и услуг. Суть этого мошенничества очень простая. Вас пытаются вынудить продолжить общение на любом стороннем мессенджере. В этом мессенджере вам присылают фейковую ссылку на оплату. Она настолько похожа на настоящую, что большинство людей не замечает подмены. И как только вы вводите данные своей карты, вашу карту тупо обнуляют. Чтобы не попасть в такую глупую ситуацию и не потерять деньги, придерживайтесь очень простого правила. Всю переписку, все переговоры введите в мессенджере самого ресурса. Приложение или сайта бесплатных объявлений. Потому что оригинальный мессенджер приложения либо сайта бесплатных объявлений просто не пропустит фейковую ссылку и не позволит вас обмануть. Ну или делайте все по старинке. Договаривайтесь по телефону, доезжайте до места. И после этого платите наличные. Вот как-то так. Продолжение следует... Продолжение следует...